Культуры двух стран наполнили концерт в Дунине. Танцевальные и вокальные номера от китайских и российских артистов увидели хозяева и гости фестиваля. В подобном формате встреча наших городов проходит уже второй раз. Между нашими городами давно уже налажены хорошие взаимоотношения во всех областях, в том числе и культурных. Китайские коллективы давно радуют гостей исполнением русских песен и народных танцев. В этот раз организаторы приготовили совместный номер от приморцев, красочные костюмы и основной вокал. С принимающей стороны певица с хорошим знанием русских песен. Остальные номера концерта знакомили с культурой соседнего государства. С необычным предложением китайцы обратились к усурийцам. Вместо народных композиций их попросили исполнить степ. В кратчайшие сроки коллектив колледжа культуры смог исполнить просьбу организаторов. По задумке все танцоры стали одним музыкальным инструментом. Мы сами ноты, музыка. Естественно, мы их степом выбиваем под музыку. Ребята выучили за неделю, они справились и очень хорошо справились. Ну, я, конечно, танцую степ уже много лет, около 12. И, получается, они выучили за неделю, они справились. Полтора часа артисты Китая и Приморья радовали зрителей. Концерт стал частью программы Китайско-Российского фестиваля культуры. Наталья Зайцева, Никита Файзулин, Телемикс.